Здравствуйте! Сегодня воскресенье и мы по традиции подводим итоги этой недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Который предусматривает, что с 1 января 2020 года по 1 июня 2023 в отношении физических лиц не будут применяться трехкратные ставки земельного налога при использовании земельных участков без документов. В Законодательной палате Оли Маджлиса заслушана информация об итогах проделанной работы по борьбе с коррупцией в системе органов государственной налоговой службы на примере Бухарской и Наманганской областей. Государственному налоговому комитету вручена почетная награда в конкурсе за звание самого образцового министерства и ведомства. Победителем в одной из номинаций стало и агентство по кадастру при ГНК. Обновлена форма налоговой отчетности по НДС. В ней автоматизирован зачет сумм НДС при реализации товаров или услуг иностранными лицами. И автоматически отражаются суммы от оказания услуг по переработке товаров на таможенной территории Узбекистана. Специалисты также рассказали, какие ошибки встречаются при заполнении налоговой отчетности и как их исправить. Подробнее в наших материалах. За три года число плательщиков НДС выросло в два раза и сейчас превышает 162 тысячи. На уплату НДС в этом году перешли более 19 тысяч налогоплательщиков, причем больше половины из них в добровольном порядке. Более детальная информация в разрезе регионов в нашей инфографике. Какие льготы по общеустановленным налогам предусмотрены для организаций, оказывающих стоматологические услуги? Для таких юридических лиц установлена нулевая ставка налога на прибыль, а еще оборот по реализации стоматологических услуг освобожден от НДС. У предпринимателей, осуществляющих продажу алкогольной продукции, выявлено нарушение законодательства, в частности, товар с поддельными акцизными марками и без цифровой маркировки. Напоминаем, нарушение правил обязательной цифровой маркировки товаров средствами идентификации влечет наложение штрафа в размере чистой выручки, полученной в последнем отчетном квартале, в котором имела место реализация. Чтобы осуществить корректировку чеков онлайн ККМ и виртуальных КАС, в персональном кабинете воспользуйтесь инструкцией на официальном сайте. Напоминаем, корректировать чеки можно до 10 числа следующего месяца, то есть вносить изменения в чеки за сентябрь можно до 10 октября. Как взыскивается задолженность по налогу на имущество и земельному налогу с физлиц? Если долг превышает 1 миллион сумм, то налоговый орган обращается с заявлением в суд, уведомив об этом налогоплательщикам. О том, в какой последовательности производится взыскание после вступления в силу законного решения суда, читайте в публикациях. В каких регионах Узбекистана больше всего покупают книжную продукцию? На основе ИКПУ данной категории товаров, которые продавцы указывают в кассовых чеках, специалисты подготовили инфографику. Как в персональном кабинете налогоплательщика отозвать платежное поручение, оставив его без исполнения? Специалисты ГНК подготовили видеоинструкцию. В мобильном приложении Solek можно оплатить долги по налогам. Если пройти авторизацию путем Face ID, то вся информация о текущей или общей годовой задолженности зарегистрированного пользователя будет сформирована автоматически. Произвести оплату можно и за другое физическое лицо. Для этого потребуется его ПИНФЛ. Напоминаем, 15 октября истекает срок уплаты налогов на имущество и землю за этот год. В системе налоговый партнер в отношении одного субъекта предпринимательства рассматривается самое первое поступившее обращение. Если решение по нему еще не принято налоговым органам, то при подаче обращения другим физическим лицом сообщается, что в отношении данного субъекта предпринимательства назначена выездная налоговая проверка. В Телеграм создана фейковая группа по кэшбэку, которая администрируется якобы от имени пресс-секретаря ГНК. Напоминаем, что на верифицированных страницах ведомства указаны каналы обратной связи, в том числе официальный Телеграм-аккаунт. Его название вы видите сейчас на экране. Будьте бдительны, не доверяйте ложной и непроверенной информации. Это был обзор главных тем уходящей недели. Следите за обновлениями на сайте Государственного налогового комитета и каналах в социальных сетях и будьте в курсе событий. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова